Случилось это в далеком 1941 году. Степке тогда всего 4 года было. Не пущай, не пущай! Папка, ты на охоту собрался? Да как тебе сказать? На зайцев пойдешь или сразу на кабана? Уйти мне надо, понимаешь, брат? Беда на землице нашей случилась. Проснулась в подземелье проклятая Вайна. А кто эта Вайна? Вайна, она вроде ведьмы злющей. Вылезла она из болота, собрала войско вражеское. И двинулись они на Русь-матушку. А войску тому конца и края не видно. Словно черная туча по земле ползет. Ни травинки за собой не оставляют. Все огнем палит да разрушает. Сама Вайна над тем войском черной тенью воронью летит. Крыльями зло бытовой скопитает. Такая темнота везде. И на земле, и на небе. И нельзя Вайне позволить землице нашего бежать. Надо в защиту вставать. Можно я с тобой? Со мной нельзя. Кто же нашу мамку защищать будет? Если черные вороны сюда доберутся. Но мне не сомневайся, не дам мамку в обиду. Ну, бывай. Встали по всей земле плечом к плечу люди на защиту от врагов. Ильи Муромцы, Алеша Поповича, Доброни Никитыча, Петры, Ставры и многие-многие с ними. Подели души в рубахе белой и двинулись на войско вражеское. Бьются не на жизнь, а на смерть. Потянули дни. Степка каждый день бегал, как улица, смотреть, не идет ли отец. Прошло лето. Эх, не победили, наверное, еще Вайну, думал про себя Степа. Надо было с отцом идти. Уже бы вернулись вместе-то. Хотя и маму нельзя оставлять одну. Задумал о Вайне. Самое сердце Родины дает. Бразит наш клуб. И не все жители. А завладив сердцем, завладеть всей Руфью. Боются солдаты наши с врагами за сердце Руси Маговки. Не получается Вайне победить в этом бою. Задумала тогда она хитрость. Повела свои войска на город Сталинград. Кольцо ложало так, что не могут наши воины пробить. Своя кольцо двинула она войска на Сталинград. Отесняют они наших солдат. Уже в город вошла туча вражеская. Как-то Степа сидел перед окном и увидел, как Палик и котенок бежал по лужайке. Перепрыгивая через поленья дров, он застрял между ними и начал мяукать. Мальчик Старимглав выбежал на улицу и освободил котенка из-за подни. Так у него появился друг, с которым он часто проводил свое время. Разозлилась Вайна, решила на другой город напасть. А народ наш стоит, удары держит, наступает на черную тучу. Гонит нечисть земли церавной. Тянулись дни. Степа реже стал бегать смотреть на дорогу. Не видать отца. Господи, Господи, спаси их всех. Господи. Мама, мама, не плачь, сынок. Ты помолись со мной. Твой голос, как колокольчик, тебя обязательно услышат. Боженька, верни папку мою. И перепутались тогда небо и земля. Только нельзя было отступать войску белому. Идут они вперед. А в сердце у каждого воина. За доченьку, за сыненьку, за матушку, за сестричку. Один горст отвоевали. Другой. Третий. Ура! Победа! Тепка на небо смотрит, от солнца щурится. А в небе голубее белых, видимо-невидимо. И так спокойно на душе. Так тихо. Папка! Папка приехал! Любимый город, синий дым китал. Знакомый дом, селеный сад, еженый взгляд. Там не было видно, покажите еще. Дым китален. Продолжение следует... Продолжение следует... Папка!